всем привет хотел сказать привет любителям бабочек но таковыми являются далеко не многие но ценителей красивого прекрасного довольно таки достаточно среди зрителей поэтому я думаю эта тема будет интересно я думаю все узнали эту бабочку это бабочка называется маха он но сегодня речь пойдет не они абсолютно не они сегодня мы поговорим о падали ли когда я проживал другом климатическом поясе там были сплошь рядом маха он и но не было падали ли в падали ли был мечтой сейчас я наблюдаю только падали ли и и крайне редко в горах вижу маха онов бабочка это относится к семейству парусниковых понятно почему достаточно посмотреть на крылья и все встает само собой понятно свое такое интересное название насекомое получила скажем так унаследовала от знаменитого падали ли а который был врачом древнегреческой мифологии ну и опять же почему семейства парусниковые когда вы смотрите на эту бабочку то у вас такая появляется ассоциация плывущего корабля парусника за год бабочка дает два поколения но в редких случаях при благоприятных условиях могут появят появляться насекомые и третьего поколения первые вторые допустим там летают весна до конца лета то третье поколение может быть до сентября и октября на югах хотят точно и точного времени лета на юге определить просто невозможно поскольку каждый раз лето и зима разные температуры разное тепло разное солнце поэтому бабочка может летать когда угодно вот здесь вот у нее как говорится законы природы не писаны в описании там часто говорят что она предпочитает там опушки там поляны там предгорные выше двух километров не поднимается но так или иначе встретить ее можно везде начиная городом и заканчивая вершиной крымских гор цветовые оттенки как взрослых особей так и гусениц и куколок могут варьировать зависимости от того места где находится ареал обитания так например с приближение момента окукливания гусеница становится светлее подолерия относится к членистоногим это высокоразвитые насекомые по сравнению с большинством беспозвоночных скелет бабочки образован из прочных полисахаридных пластинок или хитина и довольно таки сложная система мышц позволяют бабочки ну действительно быть на высоте по сравнению с ниже стоящими насекомыми у этих бабочек совершенно развита нервная система и органы чувствительности благодаря этому они хорошо ориентируются в природе и быстро реагируют на опасность ну и как обычно думается какой-то мозг может быть у букашки но в голове бабочки все-таки образован мозг и слияние нервных клеток и именно он отвечает за все движения иногда может показаться что бабочки разные вот вроде бы рядом вроде бы и разные но цвет особей просто может различаться в зависимости от периода рождения вот к примеру рожденный весной на краю крыльев у них есть желтая полоска а у летних насекомых уже нету бабочка перестает размножаться как только у нее заканчивается протеин она вынуждена поглощать жидкую пищу нектар это вот главный источник питательных веществ и это удивительное существо способствует опылению растений перенося пыльцу из одного листика на цветочка на другой с одного куста на другой так и таким образом вот действительно приносит пользу не не просто красот красоту но и пользу живут по долере от двух до четырех недель и за это время они успевают спариться отложить яйца для продолжения потомства и увы уйти в мир иной и такой интересный момент из исследований энтомологов бабочка занесена в красные книги разных стран то есть численность их небольшая но у них велико стремление к продолжению рода некоторые самцы данного насекомого могут оплодотворить самку как только то вышла из куколки иногда они даже не успевают расправить перед этим крылья а еще бабочки приспособились к разнообразным условиям существования они даже научились предчувствовать погоду за час до непогоды они ищут укромные места и прячутся кстати яркий такой агрессивный окрас этих насекомых отпугивает хищников броские насекомые зачастую могут оказаться отвратительными на вкус или даже ядовитыми и все же враги у этой бабочки тоже есть это богомолы жуки стрекозы пауки осы но одно дело услышать об этой бабочки а совсем другое увидит действительно такая неповторимая красота неповторимые цвета это нужно просто увидеть